Им собраться только подпоясаться, а точнее сменить резину. По ледовому треку на погинке на обычных повседневных колесах не поездишь. Когда были тренировочные заезды, трасса была более снежная, было легче ехать. Так как у нас стоят шипы не 4-мм, а 1,5-мм, поэтому ехать в полную силу не приходится, дабы не оказаться за сугробом. Аккуратное вождение скорости не помеха. На продолжительных прямых участках машины разгонялись до 140 км в час. Никаких аварий и поломок. И это при том, что за рулем автомобилей гонщиков с фамилиями Шумахер, Вильнев и Хакинен не было. Двигатель этого полноприводного автомобиля выравнивает центр тяжести, что дает простоту и надежность в управлении. Сделана машина для души, для активного отдыха, для драйва, для настроения хорошего, что сегодня мы это и видим. Больше десятка участников на полноприводных автомобилях из Перми и Кирова собрались в нашем городе, чтобы побороться за первый кубок клуба Subaru. Это своего рода клуб по интересам. Подобные соревнования уже давно устраиваются в крупных городах России. Приглашения рассылаются через интернет. В первых кировских соревнованиях победил кировчанин Дмитрий Бушмелев. Эдуард Канеджанин, Сергей Слободин. Бюро новостей. До вечера.